Что же такое БАДы и как они действуют на организм? Виктор Александрович Тутилиян, директор Института питания Российской Академии Медицинских Наук, профессор Академик Рамна. Регулярное использование БАД – это лучшее, что сегодня может сделать человек для своего здоровья. Большинство ведущих ученых мира считают, что сегодня найден идеальный, эффективный и совершенно безопасный путь сохранить свое здоровье и остаться таким же красивым и привлекательным, как в 20 лет. Что такое биологически активные добавки к пище? Это концентраты природных, натуральных, пищевых и биологически активных веществ, выделенных из сырья животного, морского, минерального происхождения. Пищевых или лекарственных растений или концентрата, полученные путем химического синтеза, но которые полностью идентичны своим природным аналогам и сохраняют их свойства. Эти вещества, которые человеческий организм не способен синтезировать сам, должны ежедневно поступать с пищей в наш организм. Если же этого не происходит, в организме с течением времени развивается их дефицит. Это всегда приводит к снижению способности организма бороться с вредными факторами окружающей среды, к ухудшению здоровья, понижению работоспособности, ускорению процессов старения. Владимир Абдулаевич Дадали. Бак – это не лекарство, не средство лечения болезни, а средство устранения причин ее вызвавшего. Поэтому оказываемый ими оздоровительный эффект сопоставим с воздействием фармакологических средств, а иногда и превышает его. К великому сожалению, вынужден сказать, что даже многие врачи, кроме знания о кальции, магнии, калии и йоде, еще не очень хорошо себе отдают отчет в значимости других микроэлементов, например, цинка, селена, бора и других. Хотя большинство проблем здоровья и профилактики напрямую связаны с дефицитом микроэлементов и могли бы быть решены, если бы микроэлементы были бы активно внедрены в систему нашего питания. И, к великому сожалению, студентам медицинских факультетов об этом до сих пор ничего не говорится. Лайнус Полинг. Дважды лауреат Нобелевской премии. Наступит время, когда врач будет лечить не язву, артрит или геморрой, что является лишь следствием, а первопричину. Дефицит магния, калия, селена. Доктор медицинских наук, профессор Юрий Петрович Гичев. Сегодня различные фирмы выпускают множество БАД, обеспечивая нас всеми необходимыми организму микронутриентами, которые мы недополучаем с едой. Что касается побочного действия пищевых добавок, то по данным ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, оно ничтожно и измеряется лишь сотыми долями процентов, в то время как от лечения лекарствами, по тем же данным, болеет каждый пятый человек в России до 40%. Великое заблуждение считать БАД вредными. И что самое обидное, среди заблуждающихся немало медиков. Борис Петрович Суханов, академик Международной академии информатизации, доктор медицинских наук, профессор кафедры гигиены питания и токсикологии Московской медицинской академии имени Сеченова и Института питания Российской академии медицинских наук. Без БАД сегодня не может рассчитывать на здоровье и хорошее самочувствие ни здоровый, ни больной человек. Многие столетия люди искали чудодейственную панацею, средства от всех болезней. Но если человек вовремя начнет применять БАД, то вполне вероятно, что в большом числе случаев о лекарствах он сможет и вовсе забыть на долгие годы. Сегодня мы можем сказать, панацея, спасибо нет. Мы не будем лечиться, потому что мы не будем болеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова